Нарядная ель – главное украшение новогодних праздников. С середины 19 века в России лесная красавица стала появляться в русских домах все чаще. Ее украшали свечами, блестящим дождиком, орехами, пряниками и другими яствами. В прошлом столетии на смену сладостям пришли игрушки. Выставка, посвященная истории новогодней игрушки, открылась в музейно-выставочном комплексе Люберец. На ней побывали мои коллеги. 1 января 1937 года в Москве отпраздновали Новый год с особым размахом. На карнавал в колонный зал Дома Союзов пригласили отличников и детей-членов московских профсоюзов. Детей было очень много. И Дед Мороз один, он не справлялся. И тогда привлекли всех комсомольцев, которые еще два года назад клеймили за то, что они там елочки наряжают. И комсомольцы играли роль всяких там белочек, зайчиков. И вот как раз 1 января 1937 года на помощь Дом Морозу пришла Снегурочка. Елку украсили разноцветными гирляндами, флажками и игрушками из картонажа, папье-маше и даже из стекла. И вот это первые наши были игрушки-бусы. И раз елки стали наряжать вообще массово, поэтому начиная с 1936 года появилось массовое производство. Это уже было, это просто вернули из ваты. То есть внутри находится корпус из проволоки. Вот лисичка у нас в витрине есть зайчик и вон гусь. Это тоже вата. Вот это как раз 1937 год игрушки. История страны всегда отражалась в елочных украшениях. В 30-е годы елки украшали фигурками пионеров и солдат Красной Армии. В 40-е – игрушками на военную тематику и самодельными украшениями. Аладины, сказки, царевны, вот такие расписные вручную. Герой сказок. Айболит был, Татоша с какой-то. А потом, когда война закончилась, как-то всё затихло. И вдруг в 50-х вспомнили, что дети любят. И вот, в принципе, обыкновенный снеговик, да. И вот придумали как раз эту прищепку. Она была тоже до войны уже продумана, но не пошло, а война помешала. И вот в 50-е в середине и вернули игрушки на прищепках. После выхода в 56-м году на экраны музыкальной комедии «Карнавальная ночь» почти на каждой ёлке можно было увидеть часики самых разных форм и оттенков. А уж 59-й год – это просто были каких только будильников, часов не было. И везде без пяти. Ну, у нас маленькая есть образец, но настоящий. Если это 50-й год, вот. И в этот же момент стали делать вот такие вдавленные фонарики. Это тоже было колокольчики и массу-массу игрушек, изображающих продукты питания. Если в Российской империи украшали натуральными яствами, то позже это были игрушки из стекла. И обязательно флажки-гирлянды. Флажки – это была замена всех игрушек абсолютно. Флажки вырезались просто даже из газеты во время войны. В 70-е годы стали выпускать мишуру и украшения из пластика. Сейчас ёлочные игрушки изготавливают из самых разных материалов. Но главным украшением новогодней красавицы во многих домах по-прежнему остаются стеклянные игрушки. Выставка, посвящённая истории новогодней игрушки, в музейно-выставочном комплексе «Люберец» открыта до 31 января. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.